Школа или урок богов Я увидел словно сверху посреди множества участков один, отличающихся своей внутренней планировкой от всех остальных, на нем было несколько больших деревянных домов, соединенных между собой дорожками, по бокам которых разные цветочные клумбы. Рядом с комплексом построек природный амфитеатр, пригорок, на котором полукругом сверху вниз спускали среды скамеек. На них сидели примерно человек 300 людей разного возраста. Были среди них пожилые, уже с сединой, люди и совсем юные. Похоже, расселись они семьями, так как сидели вперемешку взрослые мужчины, женщины и дети разного возраста. Все между собой возбужденно разговаривали, как будто им предстояло увидеть нечто необычное – концерт суперзвезды или выступление президента. Перед аудиторией на деревянной площадке-сцене стояли два столика, два стула, сзади большая доска. Рядом с площадкой группа детей. Человек 15 в возрасте от 5 до 12 лет о чем-то оживленно спорили. Сейчас начнется похожее на симпозиум по астрономии. Услышал я голос Анастасии. А дети здесь при чем? Не с кем оставить их родителям? – спросил я. Один из спорящих детей сейчас станет делать основной доклад. Они пока выбирают, кто это будет. Видишь, два претендента. Мальчик ему 9 лет и девочка ей 8 лет. Теперь дети голосуют. Большинством выбрали мальчика. Мальчик деловой, уверенной походкой подошел к столику. Он достал из картонной папки и разложил на столе какие-то бумажки с чертежами и рисунками. Все дети, кто степенно пошел, кто побежал в припрыжку к своим родителям, сидящим на скамейках. Рыжеволосая вся в веснушках девочка, претендентка на выступление, шла мимо стола с гордо поднятой головкой. В ее руках была папка побольше и потолще, чем у мальчика. Наверное, в папке тоже были какие-то рисунки, чертежи. Мальчик у стола попытался что-то сказать, проходившей мимо него девочки-претендентки. Но малышка не остановилась, поправила свою рыжую косичку и прошла мимо, демонстративно отвернувшись. Мальчик некоторое время растерянно смотрел вслед удаляющейся гордой рыжеволосой малышке. Потом снова стал сосредоточенно перекладывать свои листочки. А кто же этим детям успел до такой степени астрономию преподать, чтобы доклад перед взрослыми делать? Спросил я у Анастасии. А она в ответ. Никто им не преподавал. Им было предложено самим поразмыслить, как все устроено, подготовиться и представить свои умозаключения. Они больше двух недель готовились, а теперь настал ответственный момент. Их умозаключением может оппонировать каждый, кто захочет. Они будут отстаивать свое мнение. Так это игра получается? Можешь расценивать происходящее как игру. Только очень она серьезная. У каждого из присутствующих сейчас будет включена и ускорена мысль о планетарном устройстве. А может и о чем-то больше мыслить присутствующие начнут. Дети ведь мыслили две недели, думали, а их мысль ничем, никакими догматами не ограничена. Никакие версии о планетарном устройстве над ними не давлеют. Еще неизвестно, что они выдадут. Нафантазируют своим детским умом, хочешь ты сказать. Хочу сказать – представят свою версию. У взрослых ведь тоже нет аксиома планетарного обустройства. Цель этого симпозиума – не выработать какие-то каноны, а ускорить мысль, которая впоследствии и определит истину или подойдет близко к ней. Ко второму столику подошел молодой человек и объявил о начале доклада. Мальчик начал говорить. Выступал он уверенно и увлечен на минут 25-30. Его речь, как мне показалось, была сплошной детской фантазией. Фантазией, не обоснованной никакими научными теориями или даже элементарными знаниями курса астрономии средней школы. Мальчик говорил примерно следующее. Если вечером посмотреть на небо, там светится очень много звезд. Звезды бывают разные. Совсем маленькие звезды бывают и побольше. А совсем маленькие звезды тоже могут быть большими. Только мы думаем сначала, что они маленькие. Они очень-очень большие. Ну, потому что самолет, когда летит высоко, маленький, а когда на земле мы к нему подходим, он оказывается большой, и много людей в нем могут поместиться. И на каждой звезде может много людей поместиться. Только нет сейчас на звездах людей. А они вечером светятся. И большие светятся, и маленькие тоже. Они светятся, чтобы мы смотрели на них и думали о них. Звезды хотят, чтобы на них мы о них так же хорошо, на них сделали так же хорошо, как на земле. Они немножко завидуют земле. Они очень хотят, чтобы на них росли такие же, как у нас ягоды, деревья, чтобы речка была такая же, и рыбки. Звезды ждут нас. И каждая старается светиться, чтобы мы обратили на нее внимание. Но мы еще не можем к ним полететь, потому что у нас много дел дома. Но когда мы все дома переделаем, и везде, на всей земле будет хорошо, мы полетим к звездам. Только мы полетим не на самолете и не на ракете, потому что на самолете долго лететь, и на ракете долго и скучно. А еще на самолете и на ракете все не поместятся. И много разного груза не поместится. И деревья не поместятся, и речка. Когда мы сделаем на всей земле все хорошо, мы полетим к первой звезде всей землей. Еще некоторые звезды сами захотят к земле прилететь и прижаться к ней. Они уже посылали свои кусочки, и кусочки их прижимались к земле. Люди сначала думали, что это кометы, но это кусочки звезд, очень сильно захотевшие прижаться к красивой земле. Их послали звезды, которые нас ждут. Мы можем подлететь к далекой звезде всей землей, и кто захочет, останется на звезде, чтобы там было, как на земле, красиво. Мальчик поднимал свои листочки, показывал их слушавшим им. На листочках были рисунки звездного неба, траектория продвижения земли к звездам. На последнем рисунке две цветущие в садах звезды и удаляющиеся от них в своем межгалактическом полете Земля. Когда мальчик закончил говорить и показывать рисунки, ведущий сообщил, что желающие могут выступить в качестве оппонентов или высказать свои соображения по поводу услышанного. Но никто выступать не спешил. Все молчали или, как мне показалось, почему-то волновались. «А чего это они волнуются?» – спросил я у Анастасии. «Никто из взрослых астрономий не знает, что ли?» Волнуются потому, что нужно говорить аргументированно и понятно. Ведь здесь присутствуют их дети. Если выступление будет непонятным или неприемлемой детской душе, к выступающему возникает недоверие или, еще хуже того, неприязнь. Взрослые дорожат отношением к себе, волнуются и не хотят рисковать, боятся выглядеть нелицеприятными перед собравшимися, а главное – перед своими детьми. Головы многих присутствующих стали поворачиваться в сторону сидящего в середине зала пожилого сидеющего мужчины. Он обнимал за плечи маленькую рыжеволосую девочку, ту, что была одной из претенденток на доклад. Рядом с ними сидела молодая и очень красивая женщина. Анастасия прокомментировала. Многие смотрят сейчас на сидеющего мужчину в центре зала. Это профессор университета. Он ученый. Он сейчас на пенсии. Личная жизнь у него вначале не ладилась, детей не было. Десять лет назад он взял себе участок, обустраивать его один начал. Его полюбила молодая девушка и родилась у них рыжеволосая девочка. Молодая женщина рядом с ним – это его жена и мать его дочери. Бывший профессор очень любит своего позднего ребенка. И рыжеволосая девочка, его дочь, относится к нему с большим уважением. И любовью. Многие присутствующие считают, что профессор должен первым выступить. Но сидеющий профессор медлился своим выступлением. Было видно, как он теребил руками от волнения какой-то журнал. Наконец профессор встал и начал говорить. Он сказал что-то о строении Вселенной, о кометах, о массе Земли и в конце концов подытожил. Планета Земля, конечно, движется в пространстве и вращается. Но она неразрывно связана с Солнечной системой и не может самостоятельно, без своей Солнечной системы, передвигаться к удаленным галактикам. Солнце дает жизнь всему живому до Земли. И удаление от Солнца повлечет за собой значительное похолодание на Земле и, как следствие, омертвление планеты. Все мы можем наблюдать, что происходит даже при относительно небольшом удалении от Солнца. Происходит зима. Профессор неоджиданно замолчал. Мальчик-докладчик растерянно то перебирал свои рисунки, то смотрел вопросительно на своих сверстников из группы, с которой готовил выступление. Но, видно, для всех аргумент с зимой и похолоданием был весьма весомым и понятным. Этот аргумент разрушал красивую детскую мечту о совместном полете. И вдруг в наступившей тишине, длившейся уже с полминуты, снова зазвучал голос сидеющего профессора. Зима. Всегда жизнь замирает, если не хватает в Земле солнечной энергии. Всегда. Не нужно никаких научных теоретических изысканий, чтобы увидеть это, убедиться. Но, возможно, такая же, как у Солнца, есть энергия и на самой Земле, только она еще не проявила себя. Ее еще никто не открыл. Возможно, когда-нибудь вы откроете. Возможно, Земля самодостаточной может быть. Эта энергия проявится в чем-то. Проявится на Земле энергия Солнца. И она будет раскрывать, как солнечная энергия, лепестки цветков. И тогда можно путешествовать на Земле по галактике. Да. Тогда. Профессор сбился и замолчал. В зале послышался недовольный ропот. И началось. Выступающие взрослые поднимались со своих мест и высказывались, опровергая профессора в части возможности жить без Солнца. Говорили что-то о фотосинтезе, который происходит в растениях, о температуре окружающей среды, о траекториях движения планет, с которых ни одна планета не может сходить. А профессор сидел, все ниже опускаю сидеющую голову. Его рыженькая дочь, поворачивая головку в сторону каждого выступающего, иногда даже привставала. Казалось, она хотела защитить отца от его оппонентов. Пожилая женщина, похожая на учительницу, взяв слово, стала говорить о том, что нехорошо потакать, льстить детям ради расположения их к себе. Любая ложь будет выявлена со временем. И как потом мы будем все выглядеть, это не просто ложь. Это малодушие, говорила женщина. Рыжеволосая девочка вцепила с ручками в полы пиджака своего отца. Она стала трясти его, чуть не плача, приговаривая срывающимся голосом. Ты, папочка, соврал про энергию. Ты соврал, папочка. Потому что мы дети, да? Тетя сказала, ты смолодушничал. А смолодушничал – это плохо? В зале под открытым небом наступила тишина. Профессор поднял голову, посмотрел своей дочери в глаза, положил руку на ее плечик и негромко произнес. Я поверил доченька тому, что сказал. Рыжеволосая малышка сначала замерла, потом она быстро забрала с ножками на сиденье и высоким детским голоском выкрикнула в зал. Мой папа не смолодушничал. Папа поверил, поверил. Девочка обвела взглядом притихвших в зале. Никто в их сторону не смотрел. Она повернулась к своей матери, но молодая женщина, отвернувшись, опустив голову, то растегивала, то застегивала пуговицы на рукаве своей кофты. Девочка снова обвела взглядом молчавший зал, повернулась к отцу. Профессор по-прежнему как-то беспомощно смотрел на свою маленькую дочь. В абсолютной тишине снова, но уже негромко, и ласково зазвучал голос рыжеволосой девчонки. Люди не верят в тебя, папочка. Они не верят, потому что не появилась еще на земле энергия, которая может, как солнышко, раскрывать лепестки цветочков. А когда она появится, все люди тебе поверят. Потом поверят. Когда появится, потом... И вдруг рыжеволосая дочь седого профессора поправила быстрым движением свою челку, спрыгнула в проход между сиденьями и побежала. Выбежав к краю зала под открытым небом, она устремилась к одному из рядом стоящих домов, вбежала в дверь. Через две секунды снова появилась в дверях. Девочка держала в руках горшок с каким-то растением. С ним она подбежала к уже пустующему столику докладчика. Она поставила горшок с растениями на столик, и детский голосок громкий и уверенный зазвучал над головами присутствующих. Вот цветок! Закрылись его лепестки. Лепестки цветочков все закрылись, потому что нет солнышка. Но сейчас они раскроются, потому что есть на земле энергия. Я буду, я превращусь в энергию, раскрывающую лепестки цветов. Рыжеволосая девочка сжала свои пальчики в кулачки и стала смотреть на цветок. Смотрела, не мигая. Сидящие на своих местах люди не разговаривали. Все смотрели на девочку и стоящий перед ней на столике цветочек с каким-то растением. Медленно встал со своего места профессор и пошел к дочери. Он подошел к ней, взял за плечи, пытаясь увезти. Но рыжеволосая подернула плечиками и прошептала, «Ты лучше помоги мне, папочка!» Профессор, наверное, совсем растерялся и остался стоять рядом с дочерью, положив руки на детские плечики и тоже стал смотреть на цветок. Ничего с цветком не происходило. И мне было как-то жалко и рыжеволосую девчонку, и сидеющего профессора. Но надо же было ему так вляпаться со своими высказываниями, о вере в неоткрытую энергию. Вдруг из первого ряда встал мальчик, делавший доклад. Он повернулся в полоборота к молча сидящему залу, шмыгнул носом и пошел к столу. Степенно и уверенно он подошел к столу и встал рядом с рыжеволосой девочкой, как и она направил свой пристальный взгляд на растение в глиняном горшочке. Но с растением по-прежнему ничего не происходило. И тут я увидел, как из зала начали подниматься со своих мест дети разного возраста. Дети один с другим подходили к столу. Они молча вставали рядом и внимательно смотрели на цветок. Последняя девочка лет шести тащила, обхватив двумя ручками совсем маленького своего братика. Она протиснула вперед стоявших, с трудом, с чьей-то помощью поставила братика на находящийся перед столом стул. Мальчик, поозиравшись с настоявших вокруг, повернулся к цветку и стал на него дуть. И вдруг на растении в горшке стали медленно раскрываться лепестки одного из цветков. Но это заметили притихшие в зале люди. И некоторые из них молча встали со своих мест, а на столе раскрывал свои лепестки уже второй цветок. Одновременно с ним третий, четвертый и... Закричала восторженным детским голосом пожилая женщина, похожая на учительницу, и заклопала в ладоши. Зал разродился аплодисментами к отошедшему в сторону отстоящих у цветка ликующих детей и потирающему висок к профессору подбежала из зала молодая, красивая женщина, его жена. Она с разбегу подпрыгнула, бросилась ему на шею и стала целовать его щеки, губы. Рыжеволосая девочка сделала шаг в сторону своих целующихся родителей, но ее удержал мальчик-докладчик. Она выдернула свою руку, но, сделав несколько шагов, повернулась, подошла к нему вплотную и стала застегивать расстегнувшуюся на его рубашке пуговичку. Застегнула, улыбнулась и, быстро повернувшись, побежала к своим обнимающимся родителям. Из зала к столу подходило все больше и больше людей. Кто-то брал на руки своих детей, кто-то жал руку маленькому докладчику. Он так и стоял, протянув для рукопожатия руку, а ладонью второй руки прижимал только что застегнутую рыжеволосую пуговичку. Вдруг кто-то заиграл на баяне что-то между русской и цыганочкой, и прихлопнул ногой на сцене какой-то старик. А к нему выходила уже, как лебедушка, полная женщина. И залились в залихватской присядке двое молодых парней. И смотрел цветок раскрывшимися лепестками на залихватскую, захватывающую удалью все больше и больше народу русскую пляску. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова